Он и представить не мог, что пройдет почти шесть месяцев, пока он доберется до линии фронта. В Кракове его приписали к полевому госпиталю близ Равы Русской, но в день отъезда сообщили, что Рава Русская пала, и вместо этого надо ехать в Станиславов. Потом пал и Станиславов, и его приписали к Лембергскому гарнизону. Но Лемберг тоже пал, а за ним Турка и Тарнув. Австрийские рубежи распадались, отодвигались к подножию холмов. Казалось, что скоро захватят и Краков. С железнодорожных станций, по ведущим из города широким дорогам, полк за полком направлялся на восток. Несмотря на потери, невозможно было ни благоговеть перед мощью империи. Кавалерия в доспехах, бесчисленные пехотинцы, воздушные шары и автомобили, велосипедисты, маневрирующие по размытым дорогам под скрежет цепей, сверкающие на солнце ободки их колес. «Представьте себе, как мы нужны всем этим людям!» С воодушевлением написал он Фейерману. «Они просто не выживут без наших рук!» Он по-прежнему ждал назначения, бродил по городу, офицерская сабля нетерпеливо колотила по сапогам. Каштаны на бульварах пожелтели, потом покраснели. Он каждый день отправлялся в госпиталь, чтобы ассистировать на операциях. Но, как он очень скоро выяснил, доступ к медицинским действиям в полку, к которому ты не приписан, требует документа М-32. А поезд со стопкой М-32, судя по всему, потерялся где-то между Веной и Краковом. Но зато, ядовито сообщил канцелярист на четвертый его приход, «Они получили лишнюю кипу М-32 — регламент оследования маршевых оркестров. Надо?» Люци уж посмеялся бы, не будь он так раздосадован. В госпитальных палатках священники торопливо пробегали мимо медбратьев, чтобы соборовать больных, и маленькие женщины проникали внутрь, поднося иконы умирающим. Казалось, что только у него одного нет никакой цели. Позже, в конце октября, после очередной перетасовки, его приписали к Третьей армии под началом Бароевича, только что снявший осады с Перемышля, к тому моменту единственной точки австрийского сопротивления на Галицийской равнине. Он снова подготовился к переезду. Китель его был отутюжен, сапоги начищены, прочую одежду он сложил аккуратно, стараясь укрыть ею свои учебники от дорожных невзгод. Но Бароевич отступил в горы, и приказ выдвигаться был снова отменен. К моменту четвертого откомандирования Люциуш уже начал терять надежду. Он был размещен на постой в Краковский музей естественной истории, в зал крупных млекопитающих, и там среди скелетов морских коров и китообразных пытался заниматься. Но учебники по хирургии как будто издевались над ним, описывая старческий рак, а прочие медицинские статьи посвящали долгие страницы лечению пневмонии методом полного покоя, что вряд ли имело смысл в действующей армии. Армейские медицинские справочники тоже не очень помогали. Они состояли из следующего. Пять страниц о смазывании сапог изнутри китовым жиром для предотвращения мозолей и натертостей. Десять страниц о строительстве отхожих мест. Глава о моральной поддержке солдат, которым не хватает супружеского участия. Разговорник для австрийских офицеров-медиков, которые пользуют невладеющих немецким языком венгерских солдат, в том числе такие фразы. «Венгры-патриоты, мы с вами во всем этом вместе!» «Нем бетек!» «О бой!» «О зобатрущак хияня!» «Он не болен!» «Его болезнь — отсутствие храбрости!» «Конечно чешется, сержант Шомуди!» «Нечего было за юбками бегать!» Страница, посвященная полостной хирургии, где на основании мнений различных всемирно известных экспертов и некоторой статистической информации, делался вывод, что без полевой хирургии лучше вовсе обойтись. Раны брюшной полости, как правило, более чем в 60% случаев завершаются летальным исходом, несмотря на приложенные медицинские усилия. Он снова написал матери, на этот раз с просьбой прислать ему учебные материалы по обработке ран и первой помощи. На короткое время его определили в дезинфикционный расчет, который должен был заниматься предотвращением вспышек тифа среди беженцев с востока. В основном это были еврейские семьи, спасавшиеся от набегов на их местечки. Лагерь был разбит на скотопригонном дворе к югу от города. Это было ужасное зрелище. Между медслужащими и беженцами, из которых самые набожные отказывались бриться наголо, возникла сильнейшая неприязнь. Начальник лагеря, в мирное время возглавлявший младшую школу, оказался человеком сварливым. Его бесило, что армия тратит силы австрийцев ради каких-то поляков и евреев. Люциуш он объявил, что счастлив встретить собрата из мира науки, и по вечерам разъяснял ему свои теории наследственности и природной нечистоты определенных рас. Люциуш не раз видел, как начальник лагеря говорил своим подопечным, почему их заставляют стричься, почему у них пытаются отнять и пропарить одежду. В конце концов, Люциушу надоело смотреть, как санитары срывают с беженцев шляпы и кафтаны, и он в одиночку отправился к одному из раввинов, чтобы убедить его в необходимости этих мер. Но старик и слушать не хотел. Он повторял, что с его народом обращаются, как со скотом. Случаев Тифа пока что не было, и почему издеваются только над ними. Люциуш постарался объяснить механизм передачи Тифа. Болезнь проявляется не сразу, ее переносят крысы и блохи, и в других лагерях вспышки уже происходили. — Чем эта болезнь вызывается? — спросил Раввин, и Люциуш был вынужден ответить. — Мы, в смысле наука, не знаем. Чем-то невидимым — бациллой, вирусом. — Вы, значит, жжете нашу одежду из-за чего-то невидимого, — с укором сказал Раввин. — Из-за ненайденной болезни. В январе ему сообщили место его пятого по счету назначения маленькая деревушка в Галицийских Карпатах под названием Лимновицы. Судя по карте, она находилась в узкой долине на северной стороне гор рядом с Ужокским перевалом на венгерской границе. — Ужок! — подумал Люциуш, чувствуя, что в памяти что-то шевелится. — Ужок! Ну, конечно! Именно там знаменитый метеорит осветил небеса за две недели до того, как его отец был ранен в бою, предзнаменование, ставшее частью семейной легенды. Ужокский метеорит был обнаружен и доставлен в Венский музей естествознания. Висящая рядом картина изображала само событие. Да, он это помнил. Он ходил туда с отцом. Возможно, это было единственное воспоминание о рассказах, не связанных с Уланами, хотя окружным путем метеор, пуля, бедро, оно к ним все-таки возвращалось. Но из Кракова туда добраться было невозможно. Путь преграждала война. Ему придется отправиться в Будапешт, объяснили ему, а оттуда в Дебрицин, а там сесть еще на один поезд. С учетом его прежних разочарований, в этот план он тоже не верил. Следующие четыре дня никаких новых известий не поступало. Но потом, далеко, в Вене, в железнодорожном подразделении штаба императорской и королевской армии, чиновник второго разряда встал из-за своего стола и с папкой-подмышкой добрел до соответствующего чиновника второго разряда в медицинском подразделении, двумя этажами ниже, и вернулся с приказом, украшенным печатью с двуглавым орлом, который он представил чиновнику первого разряда в железнодорожном подразделении, чтобы поставить еще одну печать. Спустился затем на четыре этажа, вышел из здания и по запорошенной снегом улице, дошел до временного подразделения по Восточному театру военных действий, где приказ с обеими печатями был передан соответствующему чиновнику второго разряда в транспортном подразделении, который внес свое имя в необходимую бумагу в папке, поставил собственную печать, вернул приказ, написал другой приказ и послал его старшему чиновнику по поездам в медицинском подразделении Восточного театра военных действий, который, пообедав заветрившейся ржаной кашей с яйцом и с таким густым слоем паприки, что маслянистые отпечатки пальцев, оставленные им на полях документа, оказались розоватыми, встал и с папкой во внутреннем кармане мундира вышел на улицу, остановился на мгновение полюбоваться красотой снега, падающего на голову задумчивого амура над входной дверью и на сверкающие крыши, а затем пересек бульвар в направлении полевого почтамта. Дорога в Будапешт вела через Вену. Там, ровно на противоположной от его дома стороне внутреннего города, Люци уж успел только купить маринованный огурец у вокзального торговца, прежде чем снова сесть в поезд. Три дня спустя он был в Дебрицинских казармах, где получил указание совершить последний железнодорожный перегон до местечка, о котором никогда не слышал, под названием Надьбочка, за другим городом, о котором он никогда не слышал, под названием Марамарашсигет, где его встретят и сопроводит далее гусарский караул. «Гусарский караул». Перед его мысленным взором встали бальный зал и исполинские крылья, трепещущие над головами. Около Марамарашсигета. Он произнес это медленно, как ребенок произносит тайное название сказочной страны. Фейерману он написал «Ну, наконец-то!» Вечером накануне отъезда, когда Люциуш, охваченный нетерпением, шел по рыночной площади, какой-то мальчишка дернулся в сторону от проезжающего мимо экипажа и с воплем кинулся ему под ноги. Люциуш шагнул вперед по заледеневшему тротуару, чтобы сохранить равновесие. Ножны сабли попали между ног, он споткнулся, упал и услышал, как хрустнуло запястье, выставленной вперед руки.